Здравствуйте! Название этого озера известно, наверное, всем знатокам отечественной истории. Но не столько истории в целом, сколько истории развития алкогольной промышленности. Долгое время напитки с одноименным названием были, ну если не эталоном качества игристых вин, то во всяком случае подтверждением его достаточно высокого уровня. А Брау-Дюрсо так называется это озеро. Но мы сегодня здесь не для того, чтобы поговорить об игристых винах или об алкоголе вообще. Мы сегодня приехали на берега это озеро для того, чтобы рассказать о том, что именно здесь, пожалуй, начинает писаться новая страница в истории целой автомобильной компании. Именно здесь компания Cadillac представляет свою новую модель Cadillac CTS, разработанный, что называется, с чистого листа. То есть это не рестайлинг, а абсолютно новая модель. Но это так, в частности, если же смотреть на это дело в общем, то событие это гораздо более значимое. Вместе со своим новым Cadillac CTS компания Cadillac начинает писать новую страницу своей истории. И для такого утверждения есть более чем веские основания. Вряд ли отцы основателей компании Cadillac, главными среди которых, впрочем, были инженер Генри Леланд и предприниматель Уильям Мёрфи, начинали свое невероятное перспективное, конечно, по тем временам дело, понимая, каких размахов их детище достигнет спустя каких-то сто с небольшим лет. Как и все, они начинали с производства самобеглых повозок, отличавшихся от прочих, более привлекательной внешностью и неплохой управляемостью. Впрочем, это если верить словам маркетологов самой же компании Cadillac той поры. Современному человеку довольно сложно вникнуть в прелести дизайна тех лет. Еще сложнее современному человеку оценить, что скрывается под фразой «лучшая управляемость» с поправкой на сто с небольшим летом. Но, тем не менее, люди той эпохи вникли и оценили. Автомобили Cadillac уже в то время претендовали на то, чтобы отличаться от прочих. На то, чтобы выступать в премиум-сегменте. Хотя тогда еще вряд ли кто знал такой термин. Кстати, немного забегая вперед, стоит сказать, что подход к созданию двигателей в компании Cadillac тоже отличался. Да и до сих пор отличается от типично американского. Автомобили Cadillac традиционно мощнее. Во всяком случае, если говорить о том, что производится на новом континенте. Но год за годом автомобили Cadillac начинают приобретать те черты, которые понятны и человеку современному. Мы имеем в виду черты дизайна. В то время, как Европа все время отвлекалась на какие-то проблемы. То кризис, то война, то еще что-то. Это заставляло делать автомобили то дешевыми, то более экономичными. Американские же творцы железных коней работали практически без ограничений. Глядя на эти машины, впрочем, несложно сделать такой вывод и без подсказок. Такие формы и не снились прагматичным европейским водителям. О таком оснащении они могли только мечтать. А подобной роскошью в то время отличались не все особняки Старого Света. Да, эти машины создавались в мире, где нет никаких проблем. Во всяком случае, владельцам таких машин эти проблемы были абсолютно неизвестны. Правда, и в самих Штатах, и уж тем более в Европе той поры, людей таких было не так уж и много. Но это нельзя считать проблемой. Ведь элитарность и предполагает, что товар будет выпускаться в ограниченном количестве. Практически штучно. А в том, что Кадиллак без стука открывает дверь в высший свет, тогда уже никто не сомневался. Проблемой можно было посчитать другое. Американские машины отличались от европейских примерно так же, как и сама Америка от Европы. На узких европейских улочках с трудом можно было себе представить эти особняки на колесах. А проехать там на этих машинах было, пожалуй, вообще невозможно. Но до поры до времени это мало кого беспокоило. Объемы американского рынка были настолько впечатляющими, что о Европе можно было даже не думать. Впрочем, Европа об Америке думала. И возросшая из-за этого конкуренция на автомобильном рынке внутри Соединенных Штатов заставила американские компании всерьез выходить на рынок европейский. Заставила создавать машины с учетом европейских представлений. И предыдущий Кадиллак СТС был как раз одной из таких машин. Меньше по размерам, скромнее по объему двигателя, гораздо проще по оснащению. Вроде бы все как нужно, но для настоящего Кадиллака он, пожалуй, стал слишком прост. А для европейской машины ему не хватало остроты реакции и всего того, чему долгие годы учились европейские инженеры. Правда, глядя на новое поколение, этого не скажешь. Простоты во внешности нет и в помине. С одной стороны, налицо все родовые признаки марки. Именно так, наверное, и должно было выглядеть одно из поколений СТС. Но мало кто мог представить, что уже следующее. Вообще, сегменту премиум свойственна крайняя осторожность во внешних формах. Дизайнеры, прорисовывая очередной изгиб, вынуждены думать о том, чтобы не отпугнуть никого из лояльных клиентов. Излишней резкостью или даже новизной. Внешность нового СТС, безусловно, смелая. Глядя на нее, можно даже подумать, что это не серийный автомобиль, а его тюнинговая версия. Но, стоит отдать должное, смелость оправдана. Здесь нет ни намека на китч или какие-то излишества. Агрессивные черты кузова зрительно даже увеличивают класс машины. Но смелость здесь не только в формах, но и в технологиях. Такого количества новшеств порой не бывает даже у концептов. И в довершение ко всему установлен жесткий диск на 40 гигабайт. Много это или мало, легко смогут понять те, кто хранит свою музыкальную коллекцию в электронном виде. Но, теперь поговорим о главном. О том, как же этот автомобиль едет. С ускорением по прямой у многолитровых американцев всегда был полный порядок. Это, можно сказать, их национальная дисциплина. Литраж нового СТС в максимальной комплектации, правда, не так уж велик. Всего 3,6 литра. Но снимает с него полноценных 307 лошадиных сил. Неплохо. Тем более, по американским представлениям о соотношении мощности и объема. Но крупные города, такие как Москва, предъявляют к автомобилям много дополнительных требований. Здесь уже недостаточно быть просто средством передвижения. Здесь нужно быть правильным средством передвижения по правильным маршрутам. Соответствовать имиджу владельца. Ведь ездить, в конце концов, можно и на дешевых машинах. Но это будет не Камильфо. Ведь жители больших городов давно уже избалованы разнообразием всяких автомобилей. Почас довольно дорогих. И ведь Кадиллак как раз и представлен, как автомобиль не дешевый, не для всех. Со своим шармом, со своим стилем, со своим имиджем. Автомобиль, который может дополнить имидж своего владельца, в чем-то даже подкорректировать. И давайте посмотрим, после того, как провели все эти ходовые испытания по дорогам ровным и не очень извилистым и прямым, попробовать, как эта машина справляется с такой несвойственной для технических приборов целью, как поддержание статуса своего владельца. В принципе, условия теста на гламурность всем известны и просты. Это те же дорожные препятствия, те же маневры, те же перестроения. Но вместо конусов здесь выступают культовые места. Вместо дорожных препятствий – реакция окружающих по потоку. А вместо маневров – то отношение к автомобилю и к его хозяину, которые оказывают, скажем так, деловые партнеры или те люди, с которыми приходится встречаться, хозяину этой машины. Правда, нельзя сказать, что мощность в городе абсолютно не имеет значения. Имеет, тем более для автомобиля такого класса. Здесь ее можно написать как вполне достаточную, а учитывая наличие полного привода – достаточную в любое время года. В городском потоке, правда, гораздо важнее, как эту мощность контролировать. По традиции, все американские автомобили принято относить к вальяжно-неуправляемым. Кадиллак CTS не такой. Это чувствуешь задолго до того, как собираешься вписаться в первый же поворот. Жесткая подвеска – вот на что обращаешь внимание. Жесткая не по американским, а даже по европейским меркам. Такую подвеску можно встретить в каком-нибудь заряженном немецком седане. Но в Кадиллаке? Правда, это не означает, что пассажиры в салоне будут терять пломбы, проезжая дорожные неровности. Но о былой вальяжности теперь можно забыть. Движение в городе, конечно же, отличается от заездов на треке. Но, тем не менее, здесь тоже очень важна четкость реакции. Есть вещи, которые определяют комфорт. К ним, например, можно отнести реакцию на педаль газа и четкость переключения передач. Когда водителю приходится мучительно искать то положение педали, при котором машина уже начинает уверенно ускоряться, но еще не включает режим кикдаун, это напрочь лишает комфорта. В новом CTS определить это положение несложно. Во многом, конечно, благодаря достаточной мощности. По той же причине не обращаешь внимания на то, как переключаются передачи, что в городском режиме безусловный плюс. Но, конечно же, гораздо важнее те реакции, которые влияют на безопасность. Жесткость подвески, конечно же, предполагает, что машина гораздо охотнее будет слушаться руля. Весь вопрос – насколько? 307 лошадиных сил в городе – это ведь не шутка. Новый CTS, безусловно, стал заметно управляем. Теперь поворотом руля можно задать четкую траекторию, а не просто обозначить направление, как это было раньше. Правда, не стоит проверять четкость траектории в экстремальных режимах. На больших скоростях машину норовит выбросить наружу поворота. Но времена бутлегеров давно уже прошли, и сегодня вышивать на дороге крестиком водителю Кадиллака вроде бы как незачем. Во всяком случае, это будет выглядеть немного странно. Даже не солидно. А ведь о солидности CTS мы как раз и собирались поговорить в городской среде. Первое время этой машине гарантировано общественное внимание. Автомобиль новый и, что немаловажно, достаточно яркий. Но эта яркость не лишает статуса. То, что у нас в стране раньше выступало практически на уровне подсознания, сегодня существует в виде хотя и неписанных, но довольно жестких правил. Каждому жителю города, преуспевшему в делах, обязательно нужно подтвердить свои достижения автомобилем. Поэтому выбор успешных и преуспевающих, при том, что они себя могут очень свободно чувствовать в средствах, все же здорово ограничен. CTS этот выбор, безусловно, расширяет. Имидж и репутация, внешность и оснащение, материалы отделки – все это позволяет без сомнений причислять CTS к высшему свету. В своем классе, разумеется. На таком автомобиле уместно появиться и на деловой встрече, и на вечернем фуршете. Он одинаково, естественно, будет подъезжать к парковке делового центра или ночного клуба. Вопрос, который мучает многих выбирающих себе машину в этом классе. А как я буду на ней смотреться? Достаточно ли солидно? Здесь уместно будет вспомнить, чем шпион отличается от разведчика. Исключительно отношением. Так и с новым поколением Cadillac и CTS. В последнее время все вокруг стремительно меняется. Меняется причем настолько быстро, что знакомых мест скоро будет прямо не узнать. Меняются целые страны и отдельные города. Меняется наше представление о них, да и о жизни в целом. На месте бывших пустырей отстраиваются целые кварталы. Меняются автомобильные бренды, да и сами машины. Очень здорово меняется. Ведь никто раньше не мог себе позволить сказать, что Cadillac – это марка, производящая дешевые автомобили. Но тем не менее, говоря о дорогих автомобилях, как-то не все вспоминали такую марку, как Cadillac. Несмотря на то, что это уже второе поколение машин, на которые мы обращаем внимание. И вот на эту модель внимание обратить действительно стоит. Ведь Cadillac CTS последнего поколения – это целый симбиоз, гармония американских традиций по производству этих автомобилей, с их комфортом, роскошью и неплохой оснащенностью. И европейских технологий. Европейских же представлений о том, как автомобиль должен управляться, что тут должно быть из средств активной, пассивной безопасности, и как должно быть осуществлено оснащение техническое и предметами роскоши автомобилей такого класса. Тем более, если он претендует выступать в премиум-сегменте. Так что сегодня марка Cadillac на нашем рынке откровенно недооценена. По уровню технического оснащения, по уровню богатства комплектации, по уровню материалов отделки этот автомобиль, безусловно, можно отнести к премиум-сегмента. И имидж Cadillac – это все-таки Cadillac. Тут объяснять что-то долго не нужно. Что такое недооцененность марки, легко объяснить на примере нашего рынка недвижимости. Еще не так давно здесь находилась земля, которая, конечно же, имела свою цену, причем немаленькую, имела свои перспективы развития, и, в общем, котировалась достаточно высоко. Но то, что происходит сейчас, когда эти небоскребы уже достигли небес, цены находятся примерно на этом же уровне. Вот такая же история и с автомобилями Cadillac. У них есть все – и роскошь, и оснащение, и внешность, и дизайн, и даже имидж, что немаловажно. Но цена пока за этим совсем еще не угналась. Так что, если все вышеперечисленное вас интересует, то не теряйте времени зря. Редактор субтитров А.Семкин